Есть, продолжаются тяжелые перестрелки в Бейджбель уже несколько часов. Мы говорим о городке, куда вчера уже вошли, два дня назад вошли десантники Голлани. Они заняли господствующие позиции, но Хизбалла остается внутри. Бессловно, они могут убежать на север, у них осталось, но все равно. Но это началось с тяжелой перестрелки уже несколько часов между солдатами Цахала и Хизбаллы. Эвакуация раненых продолжается все время с использованием вертолетов и людей, которые вывозят это в армейских скорых помощях. Эвакуируют людей, все-таки это уже 6-7 километров внутри ливанской границы. Плюс, словно, это очень создает сложности и как бронетехнике, так и людям, и для вертолетов. Движение там очень усложненное, оно далеко не простое. И это, конечно же, сковывает наши действия, превращает этот бой в очень серьезную ситуацию. Еще позавчера, когда пытались, была ситуация также с убитыми, но мы знали, что это еще не закончено. Есть еще террористы на этой, здесь, ином, так много пострадавших в этот сегодняшний день, что армия там ищет настоящий мэйн. Оттуда стреляют ракеты в сторону Израиля. Весь этот район на северной границе, здесь очень много деятелей Хизбаллы, которые здесь вкопались уже в течение 6 лет. Это просто довольно серьезный укрепленный пункт Хизбаллы. Все-таки там еще осталось несколько тысяч местных жителей. И это, конечно же, усложняет условия войны. Конечно же, происходят перестрелки. Конечно же, источник их. Это хорошая подготовка Хизбаллы. Задача армии — это выгнать Хизбаллу от нашей границы. Хорошо, мы свяжемся с тобой чуть позже. Мы хотим получить дополнительные подробности на северной границе с нами на линии телефона Шайхаскани. Безусловно, мы рассказываем о ситуации, когда сообщили о девяти раненых. Поэтому мы сейчас сообщаем о втором бое, тоже очень тяжелом в настоящий момент. Это то, что происходит здесь уже несколько часов, тоже в районе Бенчбелл. И здесь, естественно, очень тяжелые перестройки между нашими солдатами и террористами Хизбаллы. Оно просто здесь также имеет место. Там девять раненых. А здесь, вот так выяснилось в данный момент, что там бойцы Хизбаллы были уже готовы и готовились к очень серьезному ответу. Они заняли очень серьезные позиции. И так, из нынешних сообщений, просто они были готовы к нашей атаке. Поэтому мы говорим уже о втором бое, тоже довольно серьезном. Там же в Бенчбелл. Спасибо вам, Шайхаскани. То есть два действительно серьезных боя, которые идут сейчас в Бенчбелл. Которые там уже 13 раненых с нашей стороны. И это выяснилось, что это довольно серьезная ситуация. На другом фронте залп по Кармелю, Цфату и Маалоту. В Кириатбалике был тяжело раненый. Их уже эвакуировали с места. Уже где-то полтора часа назад здесь упала ракета. Человек был тяжело ранен, находившийся в машине. Есть множество легко раненых и пострадавших от шока. Но это не был последний выстрел. За то время, когда занимались здесь, услышали еще одну сирену по всему району севера. И были еще одни падения ракет. В районе Гушхалав было попадание в дом. Там было три легко раненых. Также были падения в районе Кармелия и Крайота на свободных площадях, недалеко от Хайфы. И с тех пор все равно продолжается эта ситуация. С нами здесь находится Мэйр Ваниш, зам главы скорой помощи. Расскажите, какова ситуация эта тяжело ранена, как он получил это ранение. Он находился в автомобиле-тендере, который находился точно там, где упала ракета. Он получил огромное количество осколков, поэтому это было довольно серьезное ранение в голову и в грудь. О чем он пострадал? От удара или от осколков? И от удара, и от осколков, и от маленьких шариков. У него огромное количество ранений. Сколько раненых вы отсюда забрали? Был еще один среднераненый, который также был недалеко. Он также получил осколки в руку. Были также два легко раненых, которые также получили ранение. Также есть два постаравших от шока. Большое вам спасибо. Мы будем продолжать сообщать. Спасибо вам, Неслимбарда, по поводу этих обстрелов в районе Маллота и Цфата, которые продолжают до сих пор. Нет пострадавших в районе Цфата. Что происходит в Риване в сегодняшний день? Цвихискель наш корреспондент по арабским вопросам. Ваше сообщение. Армия продолжает бомбить разные места в Риване, но все равно продолжается стрельба с той стороны. Да, стрельба продолжается. Три важных вещи происходят в данный момент. Прежде всего нам сообщают, что на юге есть довольно тяжелый бой в Бинчбелл. Со стороны бойцов Хизбалы это предоставляется, что это очень серьезная вещь, что армия пытается занять больницу. После того, как началось это сопротивление бойцов Хизбалы, наши солдаты были вынуждены отступить. Там же были ранены наши солдаты. Это сообщают СМИ на арабском языке. В конце концов, с точки зрения Хизбалы, они сообщают, что Бинчбелл до сих пор не в руках Цахала, и они удерживают источники воды и удерживают Бинчбелл. А в Южном Ливане продолжается стартовать ракеты, которыми стреляют в сторону нашего Сефера. Они продолжают эту стрельбу. И действительно, эти точки пытаются подавлять ударами нашей авиации. И это, в общем, основные действующие лица на данный момент. И в Бейруте прибыли два самолета с гуманитарной помощью из Иордании. И кроме этого, это, безусловно, обсуждается угроза насралы по поводу того, что они начнут обстреливать также населенные пункты южнее Хайфы. Иными словами, это новый виток напряженности после введения наземных сил Цахала на эту территорию Ливана. И что после этого поддерживается? Поддерживается уничтожение террористов или что-то другое. Но в любом случае нам нужно готовиться к новому периоду в этом противостоянии. Вот с каким заявлением выступил Хаса Насрала. Я объявляю об этом о переходе на новый этап нашего предостояния. Это новое, это противостояние, это борьба с противником, который не оставил нам выбора. И на этом уровне мы также будем обстрелить... Граница обстрелок будет не только Хайфа, но и также места силы противника южнее Хайфы. Мы переходим к этому периоду, обстрелу южнее Хайфы. Мы приступим к этому в то время, когда сами посчитаем нужным. И премьер-министр Худольмед прибыл на заседание комиссии по обороне иностранным делам Кнессета. Янон Магаль, мы возвращаемся к вам. Да, тут мы видим, мы находимся на северной границе. Мы здесь все время есть сообщение с поля боя, что там творится. Бой, который продолжается уже несколько часов. Вертолеты, которые летают в воздухе. Действия служб спасения. По спасению 13 раненых после этих боев в Бенчбеле. Городок, который оказывает довольно серьезное сопротивление. И это сейчас самый центральный участок фронта, где действуют сейчас наши солдаты. Думаю, что всем было понятно, особенно в армии, оно потребует дополнительных усилий. И сегодня это уже ясно абсолютно. Большое вам спасибо, Инон Магаль. Мы видим о тяжелой цене, которую платит наша армия в нынешний день. И сегодняшний день 13 раненых. Это очень тяжелая ситуация сегодня с боем в Бенчбеле. Мы будем сообщать вам о развитии событий. Следующий наш выпуск через час. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok